Девушки отдыхают 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 Зачем ты обманешь? Зачем ты обманешь? Когда хоть раз в жизни твой ребенок подходил к моему двору! Хотя бы ранен! Ты свой рот закрой! Ты род не закривался! Витофила нашли 51 год прожив! Всю жизнь дети в доме! Всю жизнь про Бугави! У меня есть доказательства, свидетелей! Какие у тебя доказательства? Дети гуляют! Я скажу, какие дети гуляют! За все время, сколько ходит Даша! Сколько ходит Ваня! Сколько ходит Саша! Никогда эта девочка не приходила к нашему двору! Потому что их бабушка выпустила до Даши, до Пантелеевича! Она же с видом бежит! Потому что они ее не воспитывают! Вот такая она маленькая! Всех видела! А Вику не видела! А какой тогда смысл этим людям? Не знаю! К нам дошли, а они хотят денег! Не, подождите! А вот теперь за вот это мы пополакаем! Денег! Денег! Они давали клевету, что мы требуем у них 5 тысяч долларов! Это не клевета! Это вы! Это вы! Это вы! Валя! Мама второй девочки! Вы утверждаете, что все-таки Вика была во дворе! Да было полно свидетелей! Вот люди! Кто свидетель? А свидетель сидит! А свидетель сидит! Я была дома! Где была Наташа? Вы свидетели! Так тихо! Вы можете сказать, что Вика в тот день была во дворе? Там 7 человек, 7 детей было! А Вика была там? Вика! Я проезжал машиной! Понимаете машины? Не заметили! Не он не видел! Я в машину проезжал! И мне мне казалось, что он не видел! Потому что я такая мелкая в глазах! Давайте так! Что делали дети у вас во дворе и где были вы? Дети! Вот! Рассказывают! Поднимаются я на кухне! Слышу шумок! Так! Я открываю дверь! Дети все стоят! Достала Лиля Солодко карты! Простые карты! И давай в ней играть! В эти карты! Что-то разлаживать! А Толик фига не умеет! И говорит! Ты Лиля не умеешь! Давай я тебя научу! Ты не умеешь гулять! В этот момент они все обуваются! Удеваются и выскакивают! На улицу! И убегаются из двора вообще! Извините пожалуйста! А какой возраст детей? Даша 5 лет! Вашей девочке сколько? 6 да? 6 лет их девочке! Ванечке 3 года! А Максима не было? Нет! Не было! Вот в том то и дело! И вас я не видела! Значит Татьяна с Оксаной упорно отрицают вину своего мужа и отца! Вот в этой педофилической всей истории! Это ужас какой-то! У нас есть еще одни родители, которые называют себя пострадавшими! Пожалуйста, встречайте Наталью, маму Максима! Пострадавшая! Итак, Наташа, вы тоже утверждаете, что Юрий все-таки показывал детям эти развратные фотографии? Да! И целовался с Свикой? Откуда Максим знает развратные фотографии? Бо он был... Его близко не было в дворе! Не бреши! Не бреши! Не бреши! Твоя мама, Свикруха была с ними на празднику села! Не бреши! Не бреши! После празднику села! Не бреши! Значит, вышла, подожди, ты вышла! Я не так благодарю, что он твоих детей из огня вытянул! Это ты так благодарю! А то, что вечеринка села, это нормально! Что ты говорила, а? И закурила, что ты подпалила хату! Я курила? А что ж я чуть-чуть... Вышла еще одна мама! Вышла еще одна мама! И мне очень бы хотелось спросить у нее, на основе чего она делает такие заключения. Вам что сын рассказал? Он рассказал, что дядя Юра наливал нам цей компотик. Ну, компотик, как по словам милиционеров, был горький. Дитина мне так сказала. Он же ж говорит, а какой мамка делает компотик? То есть вы допускаете, что это было вино? Вино, да. Так подождите, а Максим говорит, что Юра всех детей этим вином поил? Они зашли в гости до дяди, он их позвал. Потому что компотиком этим же горьким поил. Так подождите, а где же Татьяна-то была? Подождите, а где же Татьяна-то была? Татьяна говорит, что она была в доме. Как же она могла этого не заметить? А где же она была? Я весь день дома, у меня внук. Я весь день не отходила. Барышня. Это 6D. Нет, слушайте, Тань, смотрите. Все в баре дали показания, что вы сидели в золотаре. Яна и Оксана сидели в баре. Распивали спиртни на птице. И вы сейчас рассказываете, что вы сидели дома. Вы в баре были, что ли? Там в баре были. Я могу дать мне документы все на руках. Значит, вы утверждаете, что вы были дома в момент, вроде как, совершения преступления вашим мужем. Вы утверждаете, что Татьяна была в баре. Вы сказали, что вашего мужа обвиняют из-за того, что хотят денег с вас получить, да? Да, мы чули такое. А почему Наталья вас обвиняет? Потому что отличил лица, Валя. Наталья почему вас обвиняет? И Валя это подтвердила. А потому что она и подружка. Поэтому и обвиняй. Прошу вас. Смотрите, есть эмоции, есть две разные точки зрения. Но давайте вернемся к юридическому аспекту. С одной стороны, показания несовершеннолетних по нашему кодексу уголовному не имеют силы, так как несовершеннолетие не несет ответственности за дачу ложных показаний. С другой стороны, будут игнорироваться показания родных и близких. Статья 63 Конституции, что не мог усилиться против себя. Что у нас может подтвердить или опровергнуть ту или другую версию? Получаются только данные судмедэкспертизы. Что показал судмедэкспертиза? Что есть вмешательство? Давайте, зачитайте, пожалуйста. Анатомическая целость действительной плевы не нарушена. Порежение в виде осадения, слизистой предварения влагалище слева могло образоваться от действия тупого предмета. Каким мог быть палец человека? Возможно, в срок и при обстоятельствах. Указанных свидетельствами и по степени тяжести относятся к категории легких повреждений. Каких-либо повреждений на теле свидетелей не имеется. Кроме повреждений влагалища были обнаружены частицы какие-то юлия. Обращается одежду я отдала, но одежду никто не дослеживал. Они обязаны были провести экспертизу еще тогда вещей, девочки? Сразу, мгновенно. Но они ее не сделали. Если идет промедление, сразу подсказываю, что делать. Брать потерпевшее и ехать в другой район. Не минута промедления. Наташа, прошу вас. Промедления влагалища там нет. Там есть преддверие влагалища. То есть, как бы, утверждать, что это сделано, в общем-то, пальцем, это, в принципе, невозможно. А чем это может быть сделано? Тупым предметом. Например? Это может быть вообще не насилие. Девочку не подмывали, она натерла. А, она сама могла себе натереть? Она могла упасть. То есть, во-первых, давность события. Во-вторых, проникновения никакого нет. Повреждения это просто. Но в этом возрасте дети как раз узнают про свои половые органы. Начинают их трогать. Начинают засовывать туда пальчики. Например, один другому что-то показывает, рассказывает. Они друг друга делятся. А потом, например, для того, чтобы проверить, как родители на это среагируют, они придумывают героя, например, самого какого-нибудь безопасного человека, на которого, можно сказать, и сказать, что это вот тот дядечка, вот он вот такое делал, чтобы посмотреть, как мама среагирует на то, что я делала, и что будет мне за это. Жень, прошу вас. Вы согласны с Наташей? Абсолютно. Абсолютно. Понимаете, пришли до моей дитини, спросили, как это они могли придумать, если они по разности находятся. Одновrap. Вы сговорились! Три дня было! Вы сговорились! Это было три дня! Произошлось три дня! Три дня! На дитя наговорилась! Да и ты не говорилась! Дитя не признала! Валена, девочка первая сказала! Слушайте, вот только что вам психолог сказал, что дети Дети вам могли не говорить и вести себя, как ни в чем не бывало, только если они сделали это в собственном кругу, то есть меж собой, и тогда Юрий здесь ни при чем. Вы слышите, что говорят специалисты? Да вы понимаете, Дита не находилась после того, в одном селе вместе. Девочка была в городе, и забрала девочку. Они вместе были, когда эта ситуация происходила? Да конечно, они вместе были. Тогда были вместе, когда это происходило? Да, дети все вместе. А потом разъехались, и через день я вы уже это определили. Потом мать забрала ребенка. Как часто дети действительно могут выдумывать некие истории, пусть даже с таким педофильским подтекстом? Очень часто. Когда им 5 лет, они всегда выдумывают, они находятся на стадии фантазирования. То есть в 5 лет они уже готовы выдумать такую историю? Они как раз выдумывают. Я хочу сказать, что вы знаете, в такой ситуации вполне возможно, что где-то такая история есть в этом селе, что с кем-нибудь из детей это произошло, с одним из взрослых. И просто ребенок рассказал другим детям. И тогда ваша девочка могла прийти и выдать эту историю уже как за свою, для того, чтобы проверить вашу реакцию на нее. Так, прошу вас, Ярослав. Хочу сделать поправку. По моей практике. Так. По моей практике. Если ребенок в возрасте 5 лет выдумывает такую историю, то это говорит только о том, что у него ненормальное окружение дома. Сам ребенок такое не выдумывает. Я почему задал этот вопрос вам, экспертам? Потому что я помню одну из тем нашей программы, когда мы рассказывали историю Ивана Змысного, которого оболгали. Оболгала его, собственно, родная же племянница. И человека посадили за решетку. Вот давайте посмотрим фрагмент той программы. Внимание на экран. Спочатку положил меня на себе. Ну, ніби просто так на живит. И начал делать какие-то незвычайные рухи. И потом я прикинулась, начебто сплю, просто закрыла очи, чтобы он подумал, что я сплю. Но он подумал, что я, начебто, ничего не делаю. Он положил меня на лужку, а потом сам ввелись на меня. И тогда, после этого, он такой, что был какие-то руки, рухи, которые были неприятные для меня. И мне было достаточно больно. Сперва племянница обвинила Ивана в изнасиловании. Иван сел за решетку. Но потом, внимание, через несколько месяцев Роксолана взяла свои слова обратно и призналась в том, что оговорила дядю. Внимание на экран еще раз. Значит, мужчину с трудом выпустили, но так и не сняли обвинения с него. И, конечно же, поломали судьбу человеку. Вообще целой семье. Да, Ярослав? Хочу сделать поправку. Во-первых, здесь один ребенок. Во-вторых, ему не 5 лет, 12 лет. И, к сожалению, в этом деле был так называемый вещдок. Когда эта племянница пришла домой, ее одели в халат. Халат жены обвиняемого. И, к сожалению, во время секса с женой у него там остался биологический материал. И поэтому, когда арестовывали, взяли злополучный халат, а там, получается, есть следы спермы. И поэтому это послужило как одним из вещдоков. То есть тут хоть что-то, грубо говоря, было. Но здесь же, опять-таки, никакого биологического материала. Я говорю с юридической точки зрения. Что значит не первый случай? У меня все, есть показания людей в прошлом году. И девочки гулялися, мам-чурев девочка гулялась. И гулялась в Оливце, внучка приехала. Вот все, дают показания, что так и так. Дети, он предлагал детям конфеты, просил, чтобы они трусики сняли. Это же неправда. Почему же не обращались? А когда это произошло? Значит, в прошлом году, значит, в прошлом году вы знали об этой ситуации? Я не знала, я забыла, я забыла, когда я уже начала собрать. Да как это узнали? А что, дети опять ничего не сказали вам? Они утекли, они даже не обратили на того дядю его внимание. Они не писали заявление, просто когда говорила, что у нас была проблема, понимаете? Слушайте, уже тогда, значит, Юрий, собственно, пытался совратить детей, но никто не написал заявление. Никто не написал заявление. И те родители промолчали. Промолчали. Вот и сейчас, по большому счету, некоторые из них боятся огласки. Я знаю, что на телефонной линии связи у нас Валентина. Она первая узнала от своей дочки Даши о том, что произошло. Валентина, вы слышите нас? Да. Что случилось с вашей дочерью? Что вам рассказывала Даша? Моя дочка сказала, что только дедушка ее целовал. Я спросила, куда? Ответила, в лобы. Я спросила, сколько раз и почему. На каком основании тебя целовал тоже дедушка? Она мне ответила, что у него такая привычка. И он же целует свою дочку, свою жену целует. И она же женщина, ее тоже надо целовать. То есть он ей сказал, что она женщина, поэтому ее надо... Он ее развысил. Я до сих пор, мы сейчас работаем психологом, я не могу это убрать. Он ее развысил. Она считает себя женщиной. А сколько ей лет? Пять с половиной. Никаких других действий он не совершал с ней? Показывал порнофотографии, которые говорил, что нашел на свалке. А потом утверждал, что нашел в туалете, в туалете у него есть еще такие фотографии, и он не против им их показать. И самый интересный момент был, когда она сказала, мама, представляешь, лежит голый мужчина, а женщина у него пицена лежит. Пицена. А чего вы смеете, Статья? Сколько фотографий он тебе показывал? Потому что у меня таких фотографий не было. Понимаете? Что было еще? У меня таких фотографий не было. Он максимум выиграл. Выдал-то. Тебе снял? Нет, не снял. Почему? Потому что не снял. А Вики снимал? Вики снимал. Как снимал? Мама, ты что, не понимаешь? Трусики, колодки, штанишки все полностью снял. Так, подождите, повисите по окна сейчас на телефонной линии. Чего вы смеете? Смех-то плохой. Ну потому что это не может быть, понимаете? Не мог он ребенка целовать. Я ее Сашу тоже подняла, Толик ее толкнул, мальчика, сына Валешкина. Он толкнул. Я беру его, отрухиваю Сашу, сажу на руки и зову Толика. Иди сюда, говорю. Он подходит. Я говорю, Толя, ты зачем его обижаешь? Толику восемь. Говорит, тебя же мама что учила? Маленьких не обижать и девочек тоже. Это вот вы к чему сейчас это рассказываете? Это то, что она педофилка тоже получается. Она взоровала мальчика. Юрий, насколько я понимаю, насколько мы поняли, из нашей поездки в село, очень на хорошем там счету вообще. Давайте обратим внимание на экран, часто друзья. Он как работник, как этот, такой был тихий, спокойный, ни день, ничего не. И дети к нему как-то туляться, вот я же вижу. И он к детям тоже. Вот такое есть. Но чтобы какие-то там сексуальные отклонения или еще что-то, ну никогда я этого не видел. Он мог их обнимать, он любил просто. Вот так, привет, Катюха. А так, ну то что это? Плохо? Спасибо, что кто-то нас обнимает. Ну а что, нет? Юру почти 30 лет знаю. Не то, что шок. Вообще, и он ко мне пришел сразу. Виктор сказал, что я ничего не делал. Поверьте мне честное слово. Ну как? Я поверил, конечно, ему 100%. Получается, что надо текать теперь, потому что если женщина обнимает, поцелует, а мужчина, это пришею дело. Так, правда. Значит, у нас есть фрагмент рассказа малышки, которая пережила этот большой стресс в своей жизни. Давайте посмотрим внимание на экран. Женя, вы работали. Вы работали с Викой. Значит, что вы можете сказать о разговоре с ребенком? Ребенку очень тяжело. Она немножко так, конечно, закрылась. Немножко, наверное, очень сильно. Мы начали рисовать с ней. Я говорю, нарисуй, пожалуйста, себя. Она себя нарисовала, вот такая улыбающаяся девочка. Я говорю, кто еще у нас на день рождения был? Она говорит, мама. Я говорю, а кто еще? Давай маму нарисуем. Нарисовала маму, вот вас нарисовала. Я говорю, кто еще был? Она говорит, папа. Я говорю, давай папу нарисуем. В этот момент ребенок просто отказался отца рисовать. Я говорю, а если бы мы папу рисовали, то какого бы он был цвета? Она сказала, красный. А я говорю, а где бы он у нас располагался на листочке? Она сказала, вот здесь. И что это значит? Ну, то есть подальше, так от семьи. Это что, значит, папа не близок к ребенку? Да, не близок к ребенку. А красный цвет что означает? Агрессию он означает. Потом ребенок отказался вообще дальше рисовать. Поднялся вопрос папы, ребенок отказывается дальше, не идет на контакт и не рисует. Я говорю, хорошо, давай мы с тобой полепим. Она говорит, давай. И мы начинаем лепить с ней. Я говорю, слепи, пожалуйста, себя. И вот что она слепила. Вот такой вот человечек. Видите, есть? Да, покажи, пожалуйста. Наверное, так будет виднее всем. Значит, вот человечка. А что вот это за красная точка? Вот я тоже у нее спросила, что это за красная точка. Она не ответила. Она ее как-то так назвала, вот так вот. Е? Да, Е. Следующий вопрос у меня был. Откуда ты знаешь, что эта точечка есть? И то, что она мне ответила, я говорю, я никого не хочу судить. Я говорю, как ребенок мне сказал. Она сказала, это мне папа показал. Вы показали, подождите, вы показали Вике на сику? Я дальше продолжу, продолжу, да? Так. Потом мы дальше начинаем играть. Я говорю, давай этого ребеночка с тобой посадим к маме. Он говорит, хорошо. Я говорю, как с мамой она себя чувствует? Он говорит, хорошо очень с мамой себя чувствует. Я говорю, а давай вот сюда еще папу посадим. Мы на игрушках играли. Она говорит, нет, папу не хочу. Я говорю, ну давай посадим. Посадили мы туда папу. Я говорю, а давай теперь представим, что мама в магазин ушла вкусняшки тебе покупать. Как себя ребенок чувствует с папой? Он говорит, очень плохо. Ему здесь плохо. Я говорю, почему плохо? Потому что папа очень часто на меня кричит. Но дальше она не стала мне говорить. Опять же, как только касался вопрос отца, она сразу же закрывалась. Я не могу сказать, что это сексуальное насилие. Это может быть физическое насилие или эмоциональное насилие. Но оно может вылить вот так вот, вот в такую ситуацию. Это может быть и прикосновение, которое она потом перенесла и предала, как будто это другой человек сделал. Мы ни в чем не отказываем. Полностью все, что надо ребенку, мы никогда ребенку не отказываем. Это ложь. Она с ним вообще время не попала. Саша, а почему вы молчите? Вот сейчас на самом деле очень много вопросов к вам появилось. На ее мамы? На ее мамы? Так, тихо, Татьяна. Татьяна. До ребенка. Я ни разу в жизни вообще. Ты так говоришь, кудлай. Вси шесть лет я никогда не просягываю. В семье отличных. Нет, ну подождите, но почему тогда у Вики такое отношение к вам? И что это за красная точка вот на этой фигурке? Где располагаются вообще половые органы? Вы что, их тоже трогали? Я не показывал, вы что, елки. Детине, родной детине показывать такие половые органы, это вообще, это уже конченым надо быть. Но почему тогда Вика, нарисовав эту красную точку на причинном месте, говорит, что это папа ей показал? Наташа, есть у вас какие-то предположения? Да, у меня есть версия. Мне не нравится то, что девочка нарисовала красным цветом отца, именно красным цветом отметила интимное место на своей фигурке. И в данном случае перенос совершенно четко. Что я могу сказать? Дело в том, что 97% насилия совершают люди из близкого окружения. То есть чаще всего это неблагополучные отцы или какие-то дяди, кумовья, кто-нибудь еще, какие-то братья старшие, что-нибудь еще. Я на самом деле гоню от себя мысли о том, что Александр мог сам, собственно, там, я не знаю, трогать половые органы своей дочери. Это может быть вообще? Да у нас семья приличная, мы работаем, мы занимаемся, у нас машина, у нас машины, у нас машины, у нас машины, у нас машины. Но почему тогда, подождите, Саша, почему тогда, Таня, подождите вы, Господи, но почему тогда ваша дочка вылепила эту красную точку на месте сики и сказала, что это папа показал? На месте сики, ну откуда я знаю? Давайте сейчас вызов ребенка, я спросил. Ярослав, прошу вас, не надо ребенка никуда вызывать. За этот момент и стали, вот, то есть вы воспользовались этой, то есть вы сделали поздную экспертизу. Из своего опыта криминального, к сожалению, когда объектами насилия становятся даже совершеннолетние молодые девушки. Я жену даже в жизни не разу. Но у большинства идет подсознательная ненависть к мужскому полу. Разводится с мужьями, отдаляется от отцов. Это не значит, что отец насильник, но, возможно, это последствия сексуальной травмы от другого мужчины. Ребенок дистанционируется от мужского пола. Ваша версия. Возможно, один варят, возможно, другой. У нас нет доказательств. По поводу характеристик, 90 случаев даже законченные бандиты, просто ангелы. Вот полгода назад закончился суд по Голосеевскому маньяку. Банкир, банкир, отец двоих детей. У него больше пяти эпизодов доказанных. Он в обеденный перерыв караулил под школой младший классик и насиловал орально. Положительная характеристика, никто из коллег вообще говорит, да мы представить не могли. И две дочки такого же возраста, а чужих детей он спокойно насиловал. Поэтому, опять-таки, мы можем строить предположения сколь угодно, но доказательств у нас нет. Итак, это говорит Украина. Сразу три женщины обвиняют Юрия в том, что он развращал их пяти-шестилетних детей. Мужчины сейчас в СИЗО. Родные, конечно, не признают никакой вины. Они говорят, что Юрий не мог совершить такое. Тем не менее, 7 ноября в доме Юрия был проведен обыск. Изъято, внимание, пять дисков с порнографией. С нами в студии соседка Головиных, Мария Веремененко. Она была как раз у них, когда к Татьяне и нагрянули с обыском. Давайте узнаем подробности. Встречайте, пожалуйста. Итак, Марина, вы присутствовали во время обыска. Что там было? Ну, приехали две машины. Вылезли три высоких парня. А вот бритоголовые, не по форме, ничего. Приехали там, ну, начали стучаться в калитку. Таня говорит, надо позвонить адвокату. Я позвонила Игорю Ивановичу. Игорь Иванович говорит, не открывай. Я говорю, они ломят мне дверь. Вы послушайте. Дверь вываливалась. Адвокат советует вам не открывать. Да, говорит, не открывай. Игорь Иванович, они ломают мне дверь. Она говорит, пусть ломают. Не открывай. Из меня не открывай им дверь. И все, так я не открывала. Тут прибежала дочь. Я захожу на порог, стоит вот такой вот лом, такой толстый лом. Я говорю, что здесь происходит, я не могу понять. Мы с обыском, вот, посмотрите, ознакомьтесь, я села, как положено, прочитала это все. То есть было постановление на обыск, было? Да, было, было. Это все правильно, но нету тут что-то там, приперлись. Открывали дверь. Я звоню адвокату, Иванович мне говорит, пиши, Оксана, открывай дверь, пускай. Давайте сейчас посмотрим, собственно, где у вас что искали, внимание на экран, друзья. Они сразу идут к этому ящику, садятся, это уже наделали бардака, садится один, она садится вот там, следователь. Понятые там, здесь понятые, я плачу, там в окно повернулась и плачу. Он сразу вот так вот берет и говорит, нашел. Вот так вот, дает диск. Я перепугана, хватаю, говорю, какой диск? Что мы нашли? А она, не выдирайте у меня, а я... Да, я посмотрю, вот у меня этого не было. И все, мне стало плохо. Значит, подождите, скажите, пожалуйста, они сразу... Так, Катя, тихо. Они сразу подошли к конкретному ящику? Или они еще куда-то подходили? Алексей, они зашли в мою комнату. А, то есть они не первым делом к этому ящику подошли? А, не зашли, нет. Дело в том, что перед этим у меня была милиция. Они пришли ко мне ночью, разбудили меня. До этого обыска еще милиция была. А, да, за четыре человека. Я написала заявление, какая брехня. Люди, соседи подписывали. Так дальше что было? Я начинаю, Алексей, кричать. Перепугалась ночь. И когда я увидела уже, что среди них был один милиционер, тогда я только начала немножко успокаивать. То есть он был в форме? Да, один был в форме. Участковый, наверное, да? Нет, нет, не участковый. В том-то и дело, что я узнала. И что они приехали, зачем? Я начала рулаться на них. Говорю, что такое? Как вы сюда попали? Зачем вы меня открыли? Что вы близли? Нам поступило телефонный звонок, что вас избивает муж. Да. К тому же забрали в райотдел. То есть он в райотделе, а милиция приезжает к вам, якобы по вызову, что вас избивает муж. Да, что меня побегу, что у меня есть соседка, свидетель Зина, потому что она подписывала. И вы подумали, что именно тогда вам подбросили эти диски? Ну да, у меня только по... Возможно, возможно. Я же ушла, возможно. Я не буду утверждать, но это возможно. Потому что... У меня вообще ни компьютера, ничего у нас... Подождите, у вас ни компьютера, ни дивидения? Нет, у меня не компьютера, ни дивидения. Я прошла, когда... Так она, о чем же так на диски не смотрели? Это, Саша, все подтвердить. У нас денег нету на компьютере. Так и бедные, есть компьютер, есть. Есть компьютер. Я не знаю, знаю дивиди, Саша, когда подключал дивиди. И все, когда вы наделали ему. Так, а теперь не скажите... Так, тихо, девочки, тихо. Скажите, пожалуйста, вот сейчас один вопрос. Один вопрос. А на дисках-то? На дисках порнуха, так? Я не знаю, что там, я там. Я не знаю. Просто послушайте, пожалуйста, мне. Нет, подождите. Есть описание диски на дисках порнуха? Да не было описания. Никто не осматривал их. Она как только взяла диски, у нее слово было сразу. Не то, что надо было. Это то, что надо было. Значит, пожалуйста, давайте посмотрим, что нам сказал сельский голова, который видел, как вы изымали диски. Внимание на экран. Идемте, проверим диски. Включили, ну, точно. На одному диску, и там и видно было, была обнажена женщина. То мне его поставили, и там порно. Ну, тут уже и дочка бачила. Нет, вы извините, пожалуйста. Значит, хорошо. В сельской, в сельсовете отсмотрели диски. Увидели порно. Но насколько последует из этого заявления главы сельсовета, порнуха-то была взрослая. Внимание на экран, друзья. Если человек не демонстрировал это широко, мы будем говорить, обществу, то право пересматривать такого рода материалы имеет личное право каждый гражданин. Поэтому еще раз, диск, по большому счету, он здесь роли в основной не играет. Ну, вот и прямо, смотрите, значит, находят в доме у мужика сколько Юрию лет? 51 год. Находят диски с порнухой, взрослый. Что плохого-то? Попольные, делаем! А при чем тут, порнуха? Послушайте, пожалуйста, меня. Какие твои страны на это подзыве? Послушайте, пожалуйста, меня. Внук пришел со школы. Внук пришел со школы. Юра сидел голый, намотал трусы на одно место. Какие трусы намотали? Женщие? Да, сама Таня рассказывала. Это Надя, Сащи рассказывала. Это ужас какой-то. Когда приходила, когда мы общались. Ты не думаешь, что мы не знаем про него, понимаешь? Когда общались. И внук сейчас спросил бабушку, что это такое. А бабушка ответила. А Толя, не дивись, дед придурок. Ей слова были. Если вона не первый раз палила женское белье, которое он приносил домой. Какое женское белье? Вчера подошла до меня женщина. И она говорит, да, у меня тоже такая ситуация была. Когда он приходил до меня пьяный домой, мне муж купил новое женское белье. Красивое. Кажется, это как его. И он ушел, но женское белье пропало. И сама его жена говорила. Юра воровал женское белье? Да, и сама его жена подтвердила. Чтобы я уже замолилась болеть его. И сказали, что люди ребенка били. Нашли за Горбюропом то белье. Значит, что это за пакет с женскими трусами, который неожиданно выпал во время ремонта. Так вы послушайте, пожалуйста. Вокуда нам об этом скажут следующие наши гости. Надежда Александровна Сидоровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, вы видели тот самый мешок с трусами, который выпал во время ремонта? Видела, видела. Значит, там были женские трусы? Да, и Таня его сама... Может быть, это Таняны трусы были? Нет. Она сама оказалась из видных ворудов. Эта мразь меня достала в жака. Вот сколько я в жака бочок перепалила. Что ж ты брешь? Я не брешь. Что ж ты брешь? Я не брешь. Когда ремонт, Таня, работала в тебе. Слушайте, ну кроме шуток, вы видели это своими глазами? Я не могу поклястись. Вы ремонт у них делали? Да, мы работали в гаде. И не раз она от него переховывалась в нас. Она ночевала по три, по четыре дня в нас. Это женщина. Юра, когда пьяный, когда трезвый, он хороший человек, я ничего не могу сказать. Ничего против него плохого не могу сказать, когда он трезвый. Но когда он выпьет, сколько раз я Таня до тебя взверталась? За что? Зачем? По поводу чего обращались? По поводу того, что ты, Юрик, снимаешь штаны и всем это демонстрируешь. Как кому снимаешь штаны? Ты скажешь, пока ты променяла мужик, вот с этого ты начинаешь. Слушай, ты знаешь, тебе завидно просто. Ты и все, демонстрируешь. А что завидно? А что ты такая, что ты снимаешь, не бегай за дихоной? Подождите, а он наснимал штаны и бегал за детьми? Да. Приезжала до меня дочка. Так. Он тоже вечером... Сколько дочери лет? 14. 14 лет. Так, и... Снял вот так штаны, ихрашав девочки, посмотрите, подождите. Бегал прямо? И что узадывалось это людей? Сейчас, подождите, Тань, подождите сейчас, тихо, Наташа. Я хочу сказать... Тихо. Извините, послушайте меня, пожалуйста. Я своей дочке его дам. Я хочу сказать, что это ужасно рыться в вашем грязном белье. Это просто ужасно. То, что вы рассказываете, у вас там все, что угодно может произойти. Касается детей, я вам хочу сказать, знаете, что вы молитесь, что с вашей дочкой на самом деле ничего страшного не произошло. Я понимаю. Вы просто примите к сведению то, что происходит. И действительно следите за ней. Следите за ней. Следите за отношениями со своим мужем. Будьте внимательны, потому что у вас девочка. Понимаете? И у вас тоже. Это самобидно. Что доказывает, что это брехня. Это не брехня. Четверо детей свидетель. Это не первый раз. Вы поймите, это не первый раз. И как дети могли такое придумать? Объясните, пожалуйста, если отдельность детьми была, я этого человека не знаю. Я его сдачу до свидания. Он напротив нас в амбаре работал. Я его не знала. Я никогда с ним не сдачу не до свидания. Я его сдачу до свидания. Понимаете? Послушайте, пожалуйста. Послушайте, пожалуйста. Послушайте, пожалуйста. Да им это не интересно. Неужели вы это не видите? Они просто хотят посадить этого человека. И все. И мы посадим. Ярослав. Я предполагаю, что, скорее всего, будет вынесен обвинительный приговор по двум причинам. Во-первых, избрана предварительная мера пресечения заключения под стражей. Если будет оправдательный приговор, то в таком случае нужно будет вынести хотя бы устное предупреждение прокурору, который одобрил подобные санкции. У нас не любят наказывать своих. Раз. И во-вторых, сейчас уже ноябрь, конец года. В конце года подбиваются палки. То есть сейчас срочно-срочно дополняется план, показатели раскрытия по определенным видам преступления. 152-153 традиционно относятся к тяжким преступлениям против несовершеннолетних. Поэтому по этим двум косвенным признакам я сужу, что, скорее всего, будет обвинительный приговор. Значит, вы адвокат. Сходя из того, что сейчас сказал Ярослав, как вы собираетесь действовать? Вы, если заметили, у меня первый был вопрос, откуда у этой женщины материалы уголовного дела? Копии. Дайте возможность ответить адвокату, тихо. Мне, как адвокату, этих документов пока не дадут. Понимаете? А ей она на всю Украину махает и цитирует доказательства. А вы просили, а вам не дали? Значит, по закону я пока не получил. А, они получили. А они уже получили. То есть это говорит о том, что следствие действует незаконно. Значит, Наташа, и, наконец, до вас очередь дошла, потому что вы проводили тестирование наших героинь, героинь Тани и Кати. Так? Значит, а кто из них действительно говорил сегодня правду? Пожалуйста, результаты детектора лжи. Смотрите, несмотря на всю эту запутанную ситуацию, на самом деле все казалось очень просто. У Тани своя правда, у потерпевшей, у мамы потерпевшей дочки своя правда. Понять, извращенец этот Юрий или нет, мы можем только протестировав этого Юрия конкретного. Остальное все это сельские сплетни, разбирательства. Так они врали или нет? Нет. Они не врали? Они нет. То есть они выдавали ту информацию, которая вот реально... Обе говорят правду. Они в это верят. Извините, я вас перебью. Когда я впервые встретился с ним в суде, он упал на колени, практически, и просил судью, дайте я докажу свою невиновность, пусть меня допросят на детекторы лжи. Возможно, конечно, судья примет такое решение, хотя юристы утверждают, что это не является исчерпывающим доказательством в суде. Это говорит Украина. Спасибо, что вы с нами. Пока.